Не гони нас, дядя, Громко бить. Вот именно здесь все и происходило. В заключительных кадрах фильма «Стеляги» герои шли по абсолютно пустой Тверской улице. Бывает же такое. Хотя, может, это была другая Тверская, специально построенная. Ведь не дадут же перекрыть центральную улицу города для каких-то съемок. Просто так, конечно, не дадут, только с официального разрешения. Поэтому на режиссерское «Надо» административная группа отвечает бойким «Есть» и начинает бегать по кабинетам ФСО, МВД, МЧС и прочих трех и более буквенных инстанций. Но в день съемки сталкивается с очередными тремя буквами. И в тот день, когда нам уже надо снимать, начальник ГАИ Московского сказал, что он не разрешает съемку. Потому что здесь находится мэрия. И команду ему может дать только лично мэр. Тогда Леонид Ермольник дозвонился до Юрия Лужкова. Мэр дал команду начальнику ГАИ. И нам разрешили. А вот с метро договориться не удалось. Столичная станция Пушкинская на самом деле снималась в Питере. Да и вообще Москва в картине – это по большей части современный Минск. Там снимать было и проще, и дешевле. Если вы хотите какое-то кафе снять и снимать в кафе, то вам хозяева кафе выставляют цену больше, чем выставили бы это, например, в Ростове. Ну, потому что в Москве дороже аренда, дороже все расходы, все дороже. На съемочной площадке готовятся к записи трюка. Вот этого трюка. Никаких взрывов, аварий, но целая полоса дороги на Большой Дорогомиловской перекрыта киношниками. В кадре артист, и мы видим, как его сбивает машина. Поскольку в реальности это сделать невозможно, ну иначе мы лишимся артиста, а он нам еще пригодится. Поэтому это делается с помощью компьютерной графики. То есть каскадеры сейчас выдергивают на тросе артиста отдельно, и отдельно снимается машина, проносящаяся мимо. С тех пор, как великий немой заговорил, он превратился в великого обманщика. Компьютерная графика заставляет зрителя поверить в то, чего на самом деле не происходило. Но не она и даже не гонорары актеров самая затратная часть кинопроизводства. Самая затратная – это логистика, особенно в столице. Привезти, увезти, накормить съемочную группу за день редко удается посетить больше одной точки. Поэтому к ее выбору тщательно готовятся. Мы за полтора месяца до начала съемок отправили письма в соответствующие станции города Москвы, такие как префектура административных округов, главк и ПСО с просьбой согласовать наши съемки. Порядок такой. За месяц группа направляет в префектуру уведомления о месте и времени съемки, до этого желательно заручившись разрешениями от различных силовых ведомств. При получении обращения мы связываемся с управой района, с балансодержателем территории. И в случае, если выбранный съемочной группой участок не противоречит никаким нормативам, мы направляем заявителю ответ. Чаще всего положительный, но в редких случаях, например, если время съемки совпадает с каким-нибудь публичным мероприятием, могут и запретить. Ну, вообще-то они не обязаны нам ничего объяснять. Но, например, мне нужно было загнать на Красную площадь комбайн. На Красную площадь не снимают разрешение, а комбайн – это не далее. В руках у продюсера Дмитрия Добужинского кипа всевозможных запросов. Это, если можно так сказать, российское ноу-хау. В Европе людям с киноаппаратами достаточно одной разрешительной бумаги от муниципалитета. В Испании очень дружественно относятся к кино. Потому что это всегда поступление в бюджет. Киношники платят за это. Для справедливости ради в России официальных оплат никаких не проводится государственными организациями. 4-24-3-1. Пока на одной скамейке сквера снимают эпизод будущего сериала, на другой – случайные зрители Гагик и Таран по-мальчишески не решаются подойти к этому. Ну, как его? Как раз на тот случай, чтобы почитатели таланта не пошли здороваться с кумиром, на площадке всегда дежурит сотрудник полиции. Это тоже оговаривается в запросах. Товарищ начальник, а нас за что вы держали? За что надо? Снято? Снято. Такое хорошее у вас, я говорю, УВД. Отлично, УВД. Сам заходишь, сам открываешь. Да, сам. Расскажите, что за здание это такое? Это специально построенный павильон для съемок УВД. Бывшее здание заводской бухгалтерии оказалось идеальным местом, чтобы поставить тут решетки, развесить ориентировки и снимать кино. Договориться об этом в реальном отделении полиции нереально. Так что все бандитские сериалы последнего времени родом из вот таких локаций. Улицы разбитых фонарей те же, да, ну, там, все остальное. Вот такого же плана, в принципе, УВД был построен. Игорь – локейшн-менеджер, человек, для которого Москва – большая съемочная площадка. Где находится тот или иной павильон, как снять больницу, если в больнице снимать нельзя – это все к нему. Мы уже знаем, да, какие локации, где они находятся, и как они выглядят. То есть, если режиссер говорит, нам нужна квартира, скажет, там вот такая-то, такая-то квартира, художник говорит, с такими красными стенами, с высокими потолками, атератор говорит, что нужны окна большие, то я уже знаю, какие варианты предложить. Вот наша церковь, собственно. Победен церковь. Декорация церкви. Место, которое знают все локейшн-менеджеры Москвы – декорация церковь на Мосфильме. Это тоже часть маленького киношного обмана. Если вы видите в кадре якобы столичный храм, значит, снимался он либо в отдаленной деревне, где можно его на время закрыть для верующих, либо в павильоне. Работать в настоящей квартире, в настоящем самолете, поезде – это просто невозможно, да? Вам, если вы режиссер, вам обязательный оператор, вам обязательный нужен отход, отъезд от главного героя, от объекта съемки. Вам может понадобиться отъемная стена. В павильоне все это можно сделать и снять с любой точки. Обычно декорации собирают специально под определенный фильм, но это стоит в павильоне уже пять лет. В веянии времени уж очень часто стали снимать церкви. К тому же тут есть чем похвастаться перед посетителями экскурсий. Во-первых, вот эти своды, да? Если мы сейчас зайдем собраться и посмотрим, это фанера. А снаружи, не знаю, так называем фактуру, как вы говорите. Она делается из гипса. Тут видите, да? Какое ощущение, что это камень, да? Камень, каменная кладка, штукатурная, но это гипс, нанесенный на фанеру. Однако главный объект для гордости мосфильмовских декораторов и бутафоров находится под открытым небом. Целая улица из 19 века. Спасение для съемочных групп, которые хотят снять Москву прошлого в Москве настоящего. Внутри этих зданий ничего нет, ни пола, ни потолка. Потому что на натурных площадках снимают на улице около зданий. Мостовая настоящая, а вот дорожные столбики хоть и кажутся каменными, на самом деле наполнены пенопластом. Да что там столбики? Купола на храме и на колокольне были сделаны из пенопласта. И колокола, видите, тоже пенопластовые. Для нас с вами в фильме снимают эту церковь, а звон колоколов записывают на том студии. Потом соединяют звук с изображением, и мы с вами смотрим кино и ни секунды не сомневаемся, что вот эти самые колокола издают такой красивый колокольный звон. Арендовать такую площадку или все-таки снимать в городской натуре, перекрывая улицы, решает уже съемочная группа в рамках своего бюджета. А что делать, если и натура, то есть улица не устраивает, и на декорации в бюджете денег нет? Вот тогда выручает хромакей или виртуальная студия. Здесь нарисовать можно все, что угодно. Хоть Красную площадь, хоть Белый дом, да хоть поверхность Луны. Была бы фантазия. Пара минут до трюка. В кадре уже не каскадер, а сам актер Павел Прилучный. И он, и сама атмосфера происходящего собирают вокруг толпу зевак. И, конечно, в декорации удалось бы обойтись без лишних глаз, но таково уж было требование режиссера. Только Москва, только натура. Отличные панорамы носите. Такого в павильоне не снять. Тем более у нас тут есть движение машин, люди, массовка. Такой трюк, такая панорама, возможно, только на натуре. И павильонные съемки тут исключены. Итак, герой идет по переходу, его окликают, он разворачивается. И в этот момент... Приготовились к съемке. Вот это было же все. Берем камеру, мотор. Перекрылись, никого не пускай. Зрители убираем. Все, уходим из кадра. Все, кто не нужен. Приготовились. Начали. Стоп. Смотрим дубль. Потом они повторят его еще раз. И еще раз. Все ради того, чтобы зритель увидел тот самый идеальный дубль и подумал, какая все-таки романтичная и интересная профессия – фильмы снимать. Это, в отличие от всего обманчивого киномира, истинная правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова